Трапить на гэты у нутры господачи карьер можно только на машине повышенной проходности. У уловевских экологов транспортный навет атаки, а тому и незаконную звалку, и они знали без проблем. Некали с гэтага места местовое сега сподприемство Страдубка брало землю и песок для посыпки дорог, типа давнисо вытворчих объектов. Чему вязковцы не выкидывают смесь на официальный мини-полигон отходов, який знаходится у некольких десятков метров от тепер уже былого карьера. Сказать тяжко, але экологи констатують, на земне, якая и зараз официально належить господарце, увесь набор от бутылек из старых холодильников, якие привезли вязковцы до шиферу и покрышек от сельско-господаршей техники. Гэта уже была и власнать самого к супам. По оценце экологов ликвидовать гэтую звалку можно за два дни, правда перед гэтом придется провести сортировку отходов. Даведацца у керовника Страдубки, чему гэта не робится, оказалось и немагчимом. На переддень он звонився с посадой директора, покинувши проблему без ворошения. На ответственных должностных лиц составлялись административные материалы. Однако до настоящего времени уборка не проведена. Мое мнение, если хозяйству данный карьер не нужен, территория должна быть убрана, карьер рекультивирован. Зусим побачь, до речи, находится еще один участок земли, якая выкарстовывается неэффективно. Некали господарка привезла сюда удобрения и солому, на яких сегодня добра рассе пустозелим. Яща один приклад увезцы Малинука. Местовые сега сподприемства по усих покажчиках, одну из лепших в Лоевском районе, или порушение природоохонного законодавства выявляются и тут. Перш за все, размывая дзя об добропарадковании места для мытья техники, Сгодно с решением Гомельского аппарата, такие места до первого костричника повинны заявиться в усих господарках при одной обоисковой умове, и они повинны отповедать усим природоохонным потребованиям. У Малинуцы весь брод покуль оказывается на земле. Помимо опасности того, что загрязненная вода, а как ни крути, в данной воде будут и примеси нефтепродуктов, и возможно какие-то соли тяжелых металлов, пестициды, гербициды, непонятно что. Как ни крути, значит, данная вода может проникнуть и в грунтовые воды, и потом впоследствии попасть в систему питьевого водоснабжения, в колодцы и так далее. И существует не меньше опасность загрязнения земель данными веществами. Увезку Казимировка экологи проезжают, чтобы проконтролировать ситуацию с посудиванием борщевика Сосновского на территорию Беларуси, его привезли к максимуму кормовую культуру, теперь никак не могут избавиться. Хоть что-то из-за минавито Казимировки, то тут его посадил один из мясовых жахаров. По воспоминаниях жахаров везка Казимировка, борщевик Сосновского сюда привез мясовый пчеловод. Мед с таких растений отремляется несмачным и на врате корыстным для здоровья, но когда дадать его цукор и воду, то реализовать на рынку махчима. Сейчас такое махлярство на врате отремается, но в 90-х годах в минус 100-х годах это было реальностью. Сегодня борьба с борщевиком на контроле сей совета, и кей плануя навести парадок в ближайший час. Правда, за уликом того, что насение этой небеспечной для человека и природы рослины, борщевик активно займая место традиционных культур, заховывается в земле не одно 10-е годы, ситуация может повториться у любой час. Алексей Чаров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Лоевский район.